здравствуйте хорошие люди здравствуйте мои подписчики здравствуйте гости моего канала сегодня у нас необычный ролик я вам сейчас покажу чем мы с вами займемся сегодня я для вас приготовила вот такие замечательные веточки черники кроме этого это растение называется гинстер и разноцветные тюльпаны вы наверно догадались мы сейчас с вами будем делать букет флористы работают стоя и на ногах всегда весь мусор который они отделяют от своих растений бросают под ноги и это нормально вот вот такие замечательные тюльпаны и веточки черники как же укладываю тюльпаны в букете для того чтобы букет ну был пышный и красивый веточки тюльпаны и веточки я сами цветочки тюльпаны и веточки черники укладываются по спирали а это значит что каждый новое каждую новую ветку ли каждый новый цветок вы будете ложить немножко с наклоном вот таким образом вот видите уже веточки здесь легли с наклоном лишние листья я отделяю потому что они все равно повиснут но сейчас мы можем взять и наш друг или гинстер и добавить его букет таким образом мелкие цветы всегда очень хорошо дополняют букет и ну конечно добавляют и цветов букет берем следующий тюльпанчик все цветочки хоть это тюльпаны хоть это розы они все будут укладываться по спирали с небольшим наклоном таким образом уберем еще одну веточку гинстера и еще одну веточку вот сюда видите какая красота уже у нас с вами получается когда-то выписывая присадебное хозяйство или другие журналы я очень много выписывала таких садоводческих журналов и с удовольствием их читала и я никак не могла понять как это можно уложить букет по спирали указывается можно таким образом укладываем цветы спирали еще добавим одну веточку всего наш букет готов красота и теперь нам нужно только его завязать и обрезать лишние ветки или лишнюю длину сейчас я завяжу покажу удерживая букет одной рукой мы берем специальные нитки они пластиковые и завязываем наш букет вот таким образом ну вот так выглядит мой весенний букет из тюльпана нежный и красивые и ставим его сейчас в воду ну вот наш замечательный букетик готов но это не окончание ролика я хочу вам рассказать что когда я училась на флориста то первые цветы на которых мы учились делать букеты это были тюльпаны и первые тюльпаны которые мне дали для того чтобы упражняться у меня сварились в руках руки горячие а тюльпаны нужно было складывать и снова разбирать складывать и разбирать вот ну немцы говорят любом махт мастер это значит тренировка делает мастеров вот как-то так что еще вам рассказать про тюльпаны тюльпана мне нужно наливать много воды в базу но следите обязательно чтобы вода они очень много пьют и они растут в букете поэтому тюльпан и розу вместе никогда не нужно ставить роза никогда не подрастет она останется где-то на первом этаже а тюльпан будет расти на 2 и 3 и букет будет выглядеть не аккуратно или вообще потеряет свою форму вот поэтому тюльпаны обычно делают одни или в смеси с весенними растениями но тогда есть уже такие трюки я скажу у флористов когда можно скрыть вот эту способность тюльпанов расти в букетах ну вот как то так а мы не прощаемся вот мои хорошие мы с вами связали один букет а сейчас займемся вторым этот второй букет он совсем другой формы но из тех же тюльпанов я вам уже рассказывала что желтый цвет я полюбила уже в германии когда не стала хватать солнечного цвета что я буду использовать сейчас в своем замечательном букете а в букете я буду использовать вот такие махровые тюльпаны вот я опять же отделяю нижний лист потому что он будет мешать кроме этого я буду использовать вот это растение многие из вас его знают это солидагу это ботаническое название его солидагу а так его называют золотарник золотая розга ну как то так ой у это многолетник и здесь германия он растет в диком виде ну конечно он сейчас не цветет мы его получаем в магазин как у нас называется табайверк дополнительно дополнительные цветы это не основной цветок это дополнительный остаемся со мной я приготовила вот такую замечательную веточку яблоневую это у нас здесь актуально германии и с удовольствием всегда используется в букетах в декорациях и с удовольствием покупается покупатель вот и сейчас я сделаю с этой веточкой вот такое гнездочко так я называю его или базис для букета укладывая здесь уже не имеет значения как у вас будут вложиться ветки лишь бы они хорошо легли друг к другу и и не мешали друг другу вот такой вот птичка гнездышко свела с веточкой веточка служит и подпоркой и украшением одновременно и мы уже можем начинать укладывать свои цветочки первую очередь первую очередь я уложу нижний ряд цветов или мой золотарник вот и начинаю работать с тюльпанами опять наши замечательные тюльпанчики весна как-то розы они круглый год а тюльпаны это только короткое время весной поэтому в это время очень много делаем букеты из тюльпана и зелени я смотрю чтобы мои цветы располагались равномерно вот у меня тут есть пара веточек с кемии беленькой я ее тоже поставлю свой букет видите с кеме очень похожа на на сирень или на даже не могу сказать на что укладываем с кеме и продолжая укладывать тюльпаны веточка мне немножко мишка таким образом так и дальше зелень здесь я использую от плюща плющ растет у нас поэтому дорого не стоит в крайнем случае можно пойти и нарезать где хотите как хотите ляжет веточка с кемии у меня осталось два тюльпанчика все листья которые клепаются такие длинные не аккуратные я их убираю ствол стволики у тюльпанов короткие но тюльпаны подрастают я вам уже сказала что тюльпаны растут в букетах вот таким образом еще замечательный наш золотарник перехватывая букет из одной в другую руку постарайтесь не нарушить порядок цветов которые стоят в букете работают флористы отрываем отламываем откидываем разбрасываем безобразие вот тоже листик лишний вот таким образом а теперь вот у меня есть замечательный эвкалипт с нежными тонкими листиками он дополнит нам наш букет на работе показать как я делаю букеты я просто не могу почему потому что потому что там все время занят там клиенты клиент клиентам надо идти их надо обслуживать клиентов много иногда даже очередь стоит не то что иногда почти всегда работаем мы сейчас данное время по три человека и я подкладываю под такую форму букета вот такой лист оралии он ограничивает букет укладываем листики эвкалипта тоненький это может быть не обязательно эвкалипт это любые нежные листья и второй лист оралии кроме этого у меня есть еще некоторые листочки которые я приготовила чтобы вам показывать я вам сейчас их покажу я их на стол не положила вот это листья они называются соляр как они называются по-русски я не знаю но мы их используем очень очень много они такие жесткие очень хорошо сохраняются вот и поэтому букете они всегда замечательно дополняют а теперь можно посмотреть какой тюльпанчик выглядывает больше какой меньше вот такой замечательный букет для вас я сегодня сделала как-то так мои хорошие завязываем его специальной такой ниточкой пластиковой называется он у нас бинды баст дело в том что училась я на флористов германии и очень много названий я просто не знаю по-русски все я выучила здесь на немецком языке и сейчас понравилось наш замечательный букет и поставим его в базу конечно вот так и ну вот такой замечательный букет тюльпанов ну и еще один это классический букет как то так сегодня мы с вами мои хорошие снова вязали букет и вязала я этот букет не просто так и по случаю сегодня на канале пятисотый ролик выходит кроме этого нас с вами дорогие дорогие мои подписчики тридцать четыре тысячи пятьсот это здорово ну и каналу один год и два месяца один год и два месяца все как-то это было тоже так и все так и все так и все же на сегодня мы с вами и с вами была новая недвижимость и выходит в магазине замечательные букеты, которые мы называем Mutterkindstrauss. Я, наверное, как-нибудь вам это обязательно покажу. Это очень интересно и приятно. Ну вот как-то так, мои хорошие. Я вас всех очень люблю. Вы мне приносите очень много позитива, очень много положительных эмоций, и поэтому я вас очень за это благодарю. Я благодарна бесконечно за то, что мой канал существует благодаря вам. Ну вот как-то так. Не забывайте писать комментарии, ставьте лайки. И до новых волнующих встреч на канале Север «Это моя судьба». Всем пока-пока. «Бока» – Субтитры сделал DimaTorzok